Самая многочисленная общественная организация Республики – Союз защитников Приднестровья. В ней состоят порядка 10 тысяч человек. У каждого свои проблемы, главные из которых – медикаменты и финансы, в частности, зарплаты и пенсии. Мы на сегодняшний день имеем официальное заверение в том, что Россия продолжит во втором полугодии 2015 года оказывать поддержку пенсионеров Приднестровской Молдавской Республики. На сегодняшний день, отметил президент, большинство заводов Республики, за редким исключением, работают лишь на 10-20% мощности. Причина – сложная внешнеэкономическая обстановка. Наши партнеры, иные Кишинев и Киев, предпринимают односторонние шаги. И, понятно, они направлены на ухудшение, в первую очередь, нашего экономического благосостояния. Вот эта вся ситуация, и не только эти проблемы, обсуждались на встрече с полномочным представителем президента России по Приднестровью Дмитрием Олеговичем Рогозиным. И целая группа специалистов по разным направлениям выработки соответствующих мер и решений. Конъюнктура на внешнем рынке негативно отразилась на работе приднестровских предприятий. Свою работу на днях приостановил Тиротекс – флагман текстильной промышленности. Окончательная точка в этом вопросе еще не поставлена, сообщил Евгений Шевчук. Хотел бы предостеречь всех, кто пытается на этой ситуации разжечь напряженность в Тирасполе, в частности. Мы не уйдем от решения этой проблемы, я имею в виду как государство. Будем пытаться ее решить. Ответственность и бизнеса за социальную среду и состояние, и ответственность правительства должна быть взаимной. И она должна быть направлена на то, чтобы мы прожили этот непростой период экономических испытаний с минимальными потерями. Вопросы экономики на заседании сменила тема ЖКХ, здравоохранения, а также улучшения жилищных условий защитников. В завершении встречи глава государства поблагодарил собравшихся за поднимание и поддержку органов государственной власти в непростой для республики период.